Здравствуйте еще раз. Меня зовут Никита Анферов. Спасибо за представление. Я являюсь юристом команды 29 и по совместительству обучаю волонтеров в рамках одного из проектов команды 29, который был создан совместно с теплицей социальных технологий, а именно с проектом Росответ. Вкратце необходимо отметить, что начиная с 2010 года у нас действует весьма хорошее законодательство, которое гарантирует гражданам право на доступ к информации о деятельности органов власти и на право к государственной информации. Однако мы вынуждены констатировать, что это право является одним из самых невостребованных, к сожалению, в настоящее время. Этому может быть несколько причин, начиная от просто-напросто незнания этого права, незнания со стороны граждан о том, что чиновники обязаны им отвечать на их запросы, предоставлять им информацию о своей деятельности, и заканчивая историческим опытом нашей страны, потому что как такового права на доступ к информации в Советском Союзе не было. Но для объективности необходимо отметить, что в Советском Союзе, конечно, граждане могли получить документы от органов власти, непосредственно касающихся их прав. Поэтому одной из наших основных задач было создать простой и эффективный механизм для реализации этого права. Именно поэтому появился интернет-ресурс Росответ, который позволяет гражданам совершенно бесплатно получать информацию о деятельности органов власти. Им достаточно просто-напросто на этом сайте в разделе «Заявка» оставить свой вопрос к государственному органу, после чего он будет обработан профессиональным юристом, будет составлен текст этого запроса, будет выбран орган власти, в который его направить, и, соответственно, после этого мы сможем получить ответ, который будет опубликован на сайте. Ввиду того, что, как я отметил, этот проект является бесплатным, мы столкнулись с такой ситуацией, когда количество заявок стало существенно возрастать, и поэтому мы решили подключить к участию в этом проекте волонтеров. И одним из действенных, конечно, способов для их привлечения являются соцсети, поэтому мы периодически даем объявления о том, что мы производим набор, и, соответственно, когда к нам приходят волонтеры, мы задаем им первый же вопрос, почему вы захотели поучаствовать в этом проекте, почему он вас заинтересовал. И, безусловно, мы получаем множество ответов о том, что ребята, волонтеры, они хотят поучаствовать в социально значимом проекте, набраться опыта, научиться составлять юридические документы, в том числе юридические запросы. Необходимо отметить, что, конечно, основным источником для подачи подобного рода объявлений являются студенческие группы вузов Санкт-Петербурга, где еще молодые юристы, которые не совсем, может, определились со своим будущим, интересуются этим проектом, приходят к нам и, в частности, после работы с нами определяются, действительно ли интересна им эта сфера или нет. Кроме этого, конечно же, мы предоставляем всем нашим волонтерам ряд положительных аспектов, если они будут взаимодействовать с нами, в частности, это, конечно же, опыт, это возможность прохождения практики у нас, в том числе ее зачисления в вузе, это благодарственные письма, это строчка в резюме, а также самые активные волонтеры в последующем попадают к нам на официальный сайт, и их фотография размещается вместе со всеми юристами, которые работают на благо этой отрасли. Можно, да, вот как раз-таки все эти действующие лица. Необходимо отметить, что сам процесс взаимодействия с волонтерами, он может осуществляться как дистанционно, так и очно, то есть после того, как мы даем объявление, получаем обратную связь, мы, по сути, назначаем день, когда мы проводим наши тренинги. Сам курс состоит из двух занятий. На первом занятии мы учим волонтеров тому, как составлять запросы, мы учим волонтеров основным вехам, которые у нас существуют в действующем законодательстве, которое необходимо использовать при составлении запросов, а также им даем небольшое домашнее задание в виде заявки, которые, в частности, приходят от обычных граждан на различные темы. После этого мы встречаемся с волонтерами второй раз, разбираем с ними ошибки, которые они допустили при составлении запроса, и обговариваем возможность нашего дальнейшего взаимодействия. В частности, взаимодействие у нас осуществляется при помощи определенной платформы, она называется RedMine, то есть мы предоставляем волонтерам доступ к этой платформе, на которую приходят заявки, которые в последующем распределяются между ними. Соответственно, волонтер получает заявку, берет ее в работу, составляет запрос, и в первое время он, безусловно, направляет этот запрос своему куратору, то есть профессиональному юристу, который проверяет сделанный им документ, также говорит ему, может быть, о некоторых ошибках, после чего, совместно договорившись о самом тексте, мы этот запрос публикуем и также направляем в органы власти. Соответственно, необходимо отметить, что этот процесс, он, конечно, не самый простой, мы сталкиваемся с определенными трудностями, например, недавно к нам пришло порядка 8 волонтеров из Санкт-Петербургского университета, из высшей школы экономики, их было 8 человек, на второе занятие к нам пришло уже 5 человек, поэтому, конечно, периодически волонтеры у нас отсеиваются, это может быть вызвано, например, их занятостью, либо то, что они не заинтересовались этим проектом. Периодически волонтеры просто забывают о том, что к ним распределяются заявки, но мы, конечно, на них не ругаемся из-за этого, потому что, конечно, каждый волен выбирать, чем ему заниматься. Вкратце также отмечу, что, конечно, основная цель этого проекта заключается в том, чтобы несколько распространить информацию о том, что существует такое право, о том, что это право действительно может быть реализовано, тем самым мы можем построить определенные кирпичики для того, чтобы улучшить сферу общественного и гражданского контроля в нашем обществе, поскольку запрос о предоставлении информации – это действительно самый эффективный, самый действенный способ для того, чтобы получить интересующую информацию о деятельности органов власти. К тому же, конечно, мы можем еще отмечать, что этот проект, он, да, развивается, мы пытаемся его внедрить в ряд интересных ресурсов, например, такие ресурсы, как 7 на 7, либо Кавказский узел, чтобы граждане, прямо находясь на этих порталах, могли сформировать свой вопрос в орган власти и, соответственно, задать его посредством наших юристов. Соответственно, можем сказать вам, что вы можете всегда смело пользоваться этим ресурсом, он абсолютно бесплатный, как я уже сказал, поэтому, если у вас возникают какие-либо вопросы, смело обращайтесь, и вы можете быть уверены, что этот запрос будет составлен и отправлен. Но мы, к сожалению, не можем гарантировать того, что будет ли дан ответ на этот вопрос. К сожалению, это тоже одна из больших проблем, потому что, к сожалению, органы власти не так хорошо реагируют на подобного рода запросы. Мы либо получаем отказы в предоставлении информации, либо мы получаем простые отписки, не содержащие конкретных ответов на поставленные вопросы, либо получаем, к сожалению, просто игнорирование этих запросов. Поэтому перспективы есть, проблемы, к сожалению, тоже есть, но есть и результат, который мы видим перед глазами, потому что порядка 600 запросов было нами направлено, и порядка 300-400 ответов нами было получено. Поэтому мы знаем, что мы работаем не впустую. Также, наверное, в конце отмечу, что наш сервис Росответ, он действует в качестве средства массовой информации, и поэтому это обстоятельство позволяет сократить время для рассмотрения самого запроса с 30 дней рассмотрения как для граждан до 10 дней, ввиду того, что его направляют в средства массовой информации. Спасибо вам за внимание. Можете задавать смело все вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы имеете в виду со стороны органов власти или... А, с нашей стороны. Ну, смотрите, да, то есть, конечно, надо понимать, что когда мы подключаем волонтеров к нашей работе, то в первое время они не совсем хорошо разбираются в этой сфере. Поэтому в первое время, конечно, мы все равно тратим достаточно большое количество времени на проверку запроса, на именно обучение волонтера. Но в последующем, после того, как он составит порядка 5-6 запросов, мы видим, что у него уже складывается понимание того, каким образом необходимо этот документ формировать. Поэтому после этого мы его пускаем, можно так сказать, в свободное плавание. То есть мы ему предоставляем в электронном виде печать нашего средства массовой информации, Росответа, также мы ему предоставляем электронную подпись нашего главного редактора. Соответственно, когда мы видим, что он уже добился определенных успехов, он начинает самостоятельно абсолютно формировать запросы, направлять их, и таким образом юрист уже не тратит время на обработку этой задачи. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, подытоживая, да, сначала мы тратим время, но потом это, конечно же, нам… Да, будьте добры, такой шкурный вопрос, что ли, я со стороны клиента. Значит, ну сначала такое, значит, вообще по какой сфере большинство запросов? Как-то у вас такая есть статистика? По сфере власти? Нет, по сфере задачи вопросов. То есть это что? ЖКХ, это политика, это образование, это еще что-то. Вот как-то не ранжировали? Понятно, спасибо, да. Но, смотрите, конечно, вопросы из различных сфер нам абсолютно задаются абсолютно. Большинство. Ввиду того, что мы пока обладаем несколько ограниченными ресурсами, потому что, да, мы развиваемся, мы собираем волонтеров. Из-за этого, например, сферу ЖКХ мы пока что вообще не трогаем, потому что она очень популярная, поэтому из-за этого огромное количество заявок. Но в ближайшем будущем мы планируем также развивать эту сферу в обязательном порядке и будем именно обучать юристов работать именно со сферой ЖКХ. А так это абсолютно разные вопросы и абсолютно из различных отраслей. Это образование, это также строительство домов. А специализация у юристов у вас как-то идет или нет? Все-таки не все же вы можете ответить сразу сходу. А мы, можно сказать, не то чтобы отвечаем, мы спрашиваем, понимаете? То есть мы сначала определяем орган власти, у которого должна быть эта информация по нашему мнению. То есть мы определяем его полномочия, изучаем положение органа власти, понимаем, что, скорее всего, ответ на этот вопрос есть у него. И мы просто формируем грамотные вопросы, которые мы задаем. Соответственно, именно вопрос ответа остается на стороне органа власти, а не на стороне юриста. Вы формируете запрос от себя лично или от того человека, который обратился? Нет, мы формируем запрос именно от средств массовой информации, от Росответа. За подписью главного редактора Росответа. Единственное, в своем запросе мы можем. Со ссылкой мы можем на него сослаться. У меня короткий вопрос. Сравнивали ли себя с похожими проектами? Видели ли близкие к вам проекты? Например, мне кажется, что очень близкий к вам проект муниципальная пила. Спасибо. Ну, я думаю, что ничего нет страшного в том, что у нас могут быть близкие проекты. Но я, честно говоря, я думаю, что мы не то, чтобы мы прямо друг друга сравниваем. Мы можем перенимать у друг друга опыт, но все же мы позиционируем себя как самостоятельный проект, который был создан в рамках деятельности команды и который занимается достаточно узкой специальностью, а именно запросами о деятельности. У нас есть еще другие проекты, которые могут связаны быть более точечно с муниципальными. Именно вопросом у нас есть проект муниципальный комбат у команды 29 и также инфодозор. Поэтому, коллеги, если еще время есть на один вопрос? Ну, у вас тогда, я у вас отобрал, и время еще есть. Ага, хорошо. Хорошо, коллеги, большое спасибо. Давайте поаплодируем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!